Сегодня по утру инсталляция почти что по Хемингуэю стала причиной оцепления выставленного полицией возле полиции у дома 21 разделить на 2 по улице трижды ордена Ленина Академика Ванцовского Героя Суцтруда. По этому адресу в столице опорного края расположен опорный пункт полиции. Здесь и образовалась группа предметов под общим названием «Прощай оружие». Кто-то может подумать, что это очень толстый, калибра 70,5 мм намек обитающему здесь участковому уполномоченному, но это лишь частично так. На самом деле во всем виноват Шарапов. 53-летний гражданин с милицейской фамилией, проживающий в доме по соседству, получил от врача рекомендацию чаще гулять в лесу, а когда доктор узнал, что пациент еще и увлекается коллекционированием монет, то врач добавил и с металлоискателем. Вот он так и гулял. И наткнулся на прикопанный арсенал. Долго думал, но не придумал. Ничего лучше, чем принести взрывоопаснейшую находку участковому. Пришел Шарапов, а там дырка от бублика. А раз дверь была закрыта, он оставил гранаты под окнами в густонаселенном районе, прямо возле садика с детишками. С участковым связался уже по телефону. Вот, говорит, гостиниц вам принес. Долго ли, коротко ли, приехали специалисты из Урал-Вымпела. Один в бронезащите, второй просто, наверное, заговоренный. Покумекали и разрешили доступ к железу всем желающим, ибо не взорвется. Хоть ты той гранатой по бетону бей. Хоть поджигай. Противотанковая граната для РПГ-7 оказалась как пуля, которая, как известно, дура, ну или болванка, учебная. Рожок от автомата Калашникова, две лимонки F1, без запалов, тоже учебная. Что боевое, так это патроны к пистолету Макарова целая упаковка и 102 патрона калибра 7,65. Бассирующие белые, зеленые, красные. То есть, какого цвета этот наконечник, такого цвета. Нет, этот патрон в цвет. Продолжение следует...